Мы зачастую понимаем, что это не сустав, а седалищный нерв. Не все пациенты понимают, почему нужно менять сустав при переломе шейки бедра. У меня был коллега, который просчитывал затраты лежачего пациента в месяц. Как нам профилактировать различные заболевания тазобедренного сустава? Какую обувь в этом случае нужно носить? После заболевания COVID-19 очень много пациентов, причем даже в молодом возрасте страдают ассептическим некрозом. В Израиле мой товарищ там работает, и он рассказывал, что у них переломы шейки бедра – это редкость. Если у них там может приехать в месяц один перелом в больницу, то у нас же такие переломы – это довольно частые заболевания. Добрый день! Меня зовут Константин Полагнюйк. Я врач-ортопед-травматолог медицинского дома «Одрекс». Здравствуйте! Меня зовут Родион Ткачев. Я врач клиники «Одрекс». Работаю травматологом. В прошлом выпуске мы обсуждали проблемы коленного сустава. Если вам это интересно, кликайте по ссылке внизу, подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня мы вам расскажем, что вам делать, если у вас болит бедро. Проблема боли в бедре – это довольно распространенная проблема. И действительно, к нам обращаются с данной бедой очень много пациентов. Но не все различают, скажем так, боль в бедре истинную, в отличие от боли, которая возникает за счет проявления грыжи в позвонке. Скажите, как вы дифференцируете данных пациентов? Ну, прежде всего, мы пытаемся понять, где действительно локализуется боль. Когда пациенты показывают на ягодицу, показывают, вот, здесь у меня болит сустав. И мы зачастую понимаем, что это не сустав, а седалишный нерв, который ирадиирует, то есть идет боль во всю нижнюю конечность. То зачастую начинаем обследовать этих пациентов с МРТ поясничного отдела позвоночника и искать проблему там. Но, опять же, немаловажно положить пациента на кушетку и посмотреть и движения в тазобедренном суставе. То есть ограниченные, не болезненные, не в какой объем движений. Если мы смотрим, что движения в тазобедренном суставе в полном объеме и безболезненные, то зачастую здесь действительно нужно подозревать грыжу в поясничном отделе позвоночника, которая нарушает иннервацию всей нижней конечности. Если мы смотрим, что движения в тазобедренном суставе ограничены, болезненные, то начинаем этого пациента обследовать с рентген-исследованием. Бывает такое, что есть и грыжа в поясничном отделе позвоночника, которая нарушает иннервацию, и также есть коксартрозы или асептические изменения головки тазобедренного сустава. То есть наша задача в любом случае сделать рентгенограмму и посмотреть, есть ли патология в тазобедренном суставе или нет. Нередко пациенты приходят с МРТ тазобедренного сустава. Насколько информативный метод обследования в данном случае будет? В последнее время, как оказалось, очень информативно. После заболевания ковидом очень много пациентов, причем даже в молодом возрасте, страдают асептическим некрозом головок бедренных костей. Раньше встречали, но не так часто, как в последние несколько лет. Что такое асептический некроз? Это когда кровообращение головки нарушено, и эта головка погибает. Есть ли какая-то медикаментозная терапия для того, чтобы улучшить кровоснабжение головки, либо хоть как-то спасти сам хрящ от этого? И в литературе есть некоторые методы, которые рекомендуют пользоваться. Также есть такая манипуляция, это субхондральная тонализация, то есть под онлайн-рентгеном, маленькой спицей, тоненькой, просверливаются каналы внутри кости, чтобы восстановить кровоснабжение. Но спасет ли это головку? Если она уже повреждена, то вряд ли. То есть приостановит дальнейшее развитие некроза? Вполне вероятно. То есть я всегда своим пациентам говорю, что вот, к примеру, если уже на головке нету хряща, это выглядит так, как будто взяли обычную ножку, бедро курицы, сняли хрящ, для того, чтобы пациент наглядно воспринимал, как это выглядит, да, сняли хрящ, и эта шероховатая кость, которая не укрыта хрящом, начинает натирать в суставе, то есть вызывает трение. Трение вызывает воспаление, воспаление – болевой синдром. И это, скажем, всё циклично. Мы не можем прервать этот цикл, пока не сформируем обратно две идеально гладкие поверхности, которые не будут вызывать трение в суставе. То есть опять же мы используем инъекции гиалуроновой кислоты для того, чтобы хоть как-то смазать сам суставчик, либо кость для того, чтобы уменьшить само трение, и за счёт этого уменьшить гиалуроновой синдром. Я пациентам своим всегда говорю, что препараты гиалуроновых кислот в тазобедренный сустав я ввожу по их желанию. Сам никому не назначаю. С учётом того, что мы постоянно протезируем и видим, что конфликт головки и свертлужной впадины чаще всего происходит вверху. Жидкость куда-то не веди, она всё равно опустится вниз. Физика. И фактически мы пытаемся что-то смазать в том месте, а там гиалуроновая кислота находиться не будет. Когда сустав болеет, организм сам продуцирует синовию, жидкость, смазывающую естественным путём сустав. Поэтому по поводу гиалуроновых кислот я тут стараюсь их не рекомендовать. Хотя пациент приходит, говорит, доктор, я почитал в интернете, мне кто-то рекомендовал, введите меня. Я говорю, по вашему желанию, пожалуйста. Опять же, для того, чтобы достичь эффекта обезболивающего, мы добавляем туда кортикостероидные препараты. Да, я тоже назначаю инъекции гиалуроновой кислоты при различных артрозах либо проблемах тазобедренного сустава как один из последних методов лечения, когда мне уже предложить, в принципе, пациенту нечего. Либо когда пациент сам приходит и говорит, а вот есть такой метод, можно попробовать хоть что-то. Тогда да, действительно, мы можем что-то сделать. И для того, опять же, предупреждаю пациента, что это не панацея. То есть лечение проблем тазобедренного сустава, то бишь артроза, разрушение хряща по любым причинам, это эндопротезирование тазобедренного сустава. Насколько мне известно, при эндопротезировании люди учатся новому образу жизни. Что им можно делать, что им нельзя делать? Эта операция на сегодняшний день делается очень быстро. И на следующий день наши пациенты уже делают первые шаги. Даже можно попробовать и в первый же день. При правильной установке тазобедренного сустава по истечению полугода можно делать практически всё. То есть пациент должен вернуться к активному образу жизни, если у него такой был. Можно и бегать, можно и прыгать, можно на лыжах кататься. То есть, в принципе, можно вернуться в полноценную жизнь. Мы стараемся пациентам объяснить, что сустав, да, это тоже временное улучшение качества жизни пациента. Сустав ставится не навсегда. Зачастую пациенты задают вопрос, вот сколько сустав будет работать? Говорим, не знаю. Вот нам сказала та вот клиника, что вот этот сустав на 10 лет, этот на 15 лет, этот на 20 лет. Так ли это? У вас есть такие суставы, которые там на 20 лет? Хочу на 20 лет. Мы пациентам объясняем, что в принципе суставы плюс-минус все одинаковы. То есть как бы и с суставами зачастую ничего не случается. Случается с костью пациента. То есть вот кость пациента должна выдержать этот сустав, так, чтобы он находился там как можно дольше. А вот чтобы он находился дольше, желательно давать любые кардиологические нагрузки, как раз заниматься активно для того, чтобы кость хорошо кровоснабжалась. И здесь будет положительный результат. То есть мы замечаем, что, допустим, пациенты, которые там после травмы долго не пользовались конечностью, видим на снимках выраженный пороз кости, то есть остеопороз. За счет чего он происходит? За счет того, что кость плохо кровоснабжается. когда не получает нагрузки. То есть если человек пожилой, то явно ему хватит на долгие-долгие годы жизни этого сустава? Я думаю, да. Есть еще одна проблема, когда мы меняем суставы, это при переломе шейки бедра. Не все пациенты понимают, почему нужно менять сустав при переломе шейки бедра. Ну, точно так же, как мы говорили о септическом некрозе. Если что-то происходит с головкой бедренной кости, то есть она очень плохо прирастает. То есть как бы прирастает. В литературе описано, если в первые часы ее прооперировать, причем надо еще это сделать, поставить правильно головку на место и зафиксировать винтиками, и вероятность того, что у нас растется, больше 50%. То есть это если в первые сутки пациент попадает, ну, зачастую к нам пациент попадает уже далеко до первых суток. И мы понимаем, что, особенно это возрастные пациенты, если этот человек активно не начнет двигаться в ближайшее время, то у нас возникнут проблемы, опять же, с тем же властиопорозом, о котором мы говорили, и соматический статус пациента. То есть ему будет тяжело встать, тяжело двигаться. Потом, если он будет долго лежать, возникнут пролежения и так далее. Один из выходов, это, опять же, тотальное эндопротезирование. Мы поставили сустав. Если это перелом шейки бедра и кость плохая, то ставится на цементной основе. То есть это специальный такой клей внутрь кости заливается, в который вклеивается кость, в который вклеивается сам сустав. То есть он дополнительно, этот клей, является мантией кости и укрепляет саму кость. И с первых же дней пациенты начинают уже ходить, двигаться, восстанавливаться. Или бесцементные суставы, которые врастают в кость. Если пациенты молодые, кость хорошая, то мы рекомендуем им сустав, который врастает в кость. И опять же, на следующий день после операции мы уже начинаем двигаться. То есть пациент не находится долгое время в постельном режиме, ему не нужна профилактика пневмонии, профилактика остеопороза, профилактика всеразличных пролежней. То есть пациент встал и начинает уже активно двигаться, не теряя время на долгое-долгое восстановление. А зачастую еще можно потратить время на то, чтобы перелом сросся, а он не сросся. То есть это получается уже потерянное время, которое не играет на руку самим пациентам. У меня был коллега, который просчитывал затраты лежачего пациента в месяц. Он находится в лежачем положении. Это памперсы, это услуги нянечек, это всевозможные профилактики, лекарства на профилактике, провлежные и так далее. Что в принципе за три месяца не спеша родственники пациентов тратят те же средства, что столько бы стоил сам сустав его поменять. А если еще и это все отвлекает от родственника, отвлекает от работы, это может быть еще и дороже. Как же нам профилактировать артроз? Как нам профилактировать различные заболевания тазобедренного сустава? Что нужно делать пациенту для того, чтобы избежать этого всего на ранних этапах? И дальше. Опять же, из моих наблюдений, профилактика артроза – это прежде всего лишний вес пациентов, именно артроза, который приводит к износу суставов. И фактически, если наблюдать за человеком в течение жизни, надо обращать внимание на ось нижних конечностей. То есть я уже даже невооруженным взглядом могу посмотреть на пациента и сказать, будет у него артроз или нет тазобедренных суставов. То есть даже есть, ты смотришь на позицию ног, как они выглядят по походке, уже можно заподозрить, что в какое-то время у человека будет проблема с тазобедренным суставом. Но профилактика артрозов, опять же, в раннем возрасте, это нужно обращать внимание на плоскостопие. Почему? Потому что она нарушает ось конечностей. Как его профилактировать? То есть это целая отдельная тема, которую надо как-то будет нам подробно осветить. Также я пациентам рекомендую, если есть уже начальные признаки артроза, ко мне приходят с целыми такими ватманами препаратов, которые помогают питать хрящи и всякое такое. «Доктор, давайте мы будем пить вот это вот». Я рекомендую этого всего не делать, а просто активно ходить и заниматься в спортзале. То есть если есть уже деформация крещевой ткани, для того чтобы сустав получал полный объем движений, лучше всего заниматься. Что касательно дисплазии у маленьких деток, что будет, если своевременно не лечить? Обращать на это внимание действительно нужно. Вплоть до того, что сейчас в молодом возрасте делают специальные небольшие операции корригирующие, которые при дисплазиях ставят головки бедренных костей в правильных углах для того, чтобы в будущем не было с этим проблем. Стопа у человека формируется до 7 лет. То есть какая стопа у него сформируется в этом возрасте, такая она будет всю свою жизнь. И понятно, что если сформируется плоская стопа, то будут дальнейшие проблемы с тазобедренным суставом. Приводит ли как-то к этому всему ношение неправильной обуви? И какую обувь в этом случае нужно носить, допустим, детям либо взрослому человеку, для того чтобы не было проблем с тазобедренным суставом? Я ношу комфортную обувь. И в последнее время начал замечать, как ходят европейцы, американцы. То есть они не носят там какую-то стильную обувь, они носят ее комфортно для того, чтобы и стопе было хорошо, скажем, и обувь помогала амортизировать суставом. То есть была мягкая, была комфортная. Тогда, да, она, наверное, будет как-то профилактировать сам тазобедренный сустав, если обувь заберет на себя какую-то нагрузку в виде амортизации. А так, в принципе, не могу сказать, что 100% влияет на деформацию суставов. Насколько мне известно, переломы шейки и бедра в основном возникают у женщин пожилого возраста после менопаузы. Это связано с тем, что у них меняется гормональный баланс и возникает остеопороз. В некоторых странах используют такие препараты, как селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов для того, чтобы предотвратить изменение гормонального баланса, и это не приводит к остеопорозу. Допустим, в Израиле мой товарищ там работает, и он рассказывал, что у них переломы шейки и бедра – это редкость. Если у них там может приехать в месяц один перелом в больницу, то у нас же такие переломы – это довольно частые заболевания. Используете ли вы, либо видели где-то, чтобы на территории Украины использовали данные препараты? В постменопаузе происходит изменение питания костной ткани, которое приводит к перелому. И опять же из профилактики мы все-таки рекомендуем любые кардиологические нагрузки для того, чтобы кость хорошо кровоснабжалась. Грубо говоря, женщинам после определенного срока, где-то после 40-45 лет, лучше обследовать себя в плане гормонального баланса, в плане различных заболеваний щитовидной железы, потому что заболевание щитовидной железы также приводит к изменениям кальциевого обмена. Это, в свою очередь, приводит к остеопорозу. Поэтому один из ранней профилактики остеопороза у женщин – это является раннее обследование у врачей для того, чтобы избежать этого всего. Нам надо привить культуру пациентов, чтобы они вовремя обращались, вовремя обследовались для того, чтобы уменьшить последствия и травм, и различных заболеваний. Но зачастую наши пациенты, или это будущие пациенты, они не сильно обращают внимание на свое здоровье, пока не сталкиваются с проблемами. Поэтому это действительно бич нашего общества или людей, которые живут в нашей стране, которые мы часто наблюдаем, что, к сожалению, даже с выраженными последствиями или нарушением опорно-двигательного аппарата рекомендации сделать что-то, пациенты воспринимают это очень негативно. Доктор, дайте мне какую-то таблеточку, я пошел или я пошла. Мне не надо лечить. Скажите, чем помазать, я убежал. То есть нужно людей информировать о том, что, может быть, тогда, возможно, они будут думать, что нужно делать. Либо лечить, либо это все профилактировать. Мы завершили выпуск по тазобедренному суставу. Если вам было интересно, оставляйте свои комментарии, мы с радостью ответим. Не прощаемся, говорим до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok